Падение биткоина, война между фермерами и агрохолдингом и платный телеграм. Здравствуйте, с вами Любовь Ирлова. В школах уэльнеса в Великобритании ученые планируют принудительно школьников кормить насекомыми. Вместо вредных наггетсов и чипсов детям в возрасте от 5 до 11 лет будут давать сверчков и мучных червей. А Российский Союз промышленников и предпринимателей предложил правительству оказать поддержку в производстве альтернативных продуктов питания. Цель проекта, чтобы дети увидели, что альтернативные белки – это реальность, а не еда из будущего. Раньше, если ребенку попался червяк в еде, он мог пожаловаться родителям, а теперь это часть его рациона. Конечно, кормление детей в школах чипсами и прочей химозой – это ужасно. Но как вы бы отнеслись к тому, что ваших детей стали бы кормить такими деликатесами? Пишите в комментариях. Макдональдс выбрал новое название – «Вкусно и точка». Очень креативно, не так ли? Я думаю, многие уже видели и его новый логотип – две палочки, которые означают «картошку фри», и кружок – это бургер. Достаточно странно и без пояснений мало кто бы догадался, что это значит на самом деле. По мне, так это вообще похоже больше на абстрактную букву «М». Если вы тоже это заметили, пишите в комментариях. Однако с этим логотипом все оказалось не так просто. Смотрите, вот логотип другой компании. Очень похоже, не так ли? Это логотип португальского бренда кормов для животных. Компания продает корма не только для кошек и собак, а также для цыплят, кур, кроликов, поросят, овес, коз и крупного рогатого скота. Теперь-то все встало на свои места. И стало понятно, за кого они считают потребителей своей продукции. Мне очень интересно ваше мнение по поводу логотипа. Пообщаемся в комментариях. Что же у нас сейчас творится на финансовом рынке? Биткоин потерял больше 10% стоимости, обновив минимум с декабря 2020 года. Произошло это из-за гиперинфляции в США и падения фондового рынка. Стоимость биткоина упала ниже 23 тысяч долларов. В это же время международная криптобиржа Binance временно приостановила вывод биткоинов на кошельки пользователей из-за технических неполадок. Генеральный директор компании Champagne Jiao на своей странице в Twitter сообщил, цитата, «Технические службы устранят неисправность в течение 30 минут». Однако позднее он заявил, что на устранение сбоя потребуется чуть-чуть больше времени. Также упал и курс японской валюты. Упал до рекордных за 24 года значений. За один американский доллар просят 135 японских иен. Ну а наш рубль все укрепляется. Но так ли сладко все на самом деле? Давайте посмотрим объяснение экономиста, чтобы понять, почему укрепление рубля – признак очень плохих событий. Людям свойственно думать, что укрепление курса национальной валюты – это признак сильной экономики. Но Россия – это такой уникальный пример, где укрепление рубля – это побочный эффект ужасных событий в российской экономике. И что это за ужасные события? Это сокращение импорта. Половина российских торговых партнеров, даже большинство российских торговых партнеров, а именно западные страны, включая Евросоюз, самый главный российский торговый партнер, перестали продавать в Россию почти все. Это означает, что вам доллары в России в общем не нужны, потому что вы на них все равно не можете ничего купить. Раньше вы могли купить на них полупроводники, высококачественную сталь, чтобы, например, производить танки, двигатели для самолета, подшипники для того, чтобы производить поезда. А сейчас весь этот импорт закрыт. Импорт в России сократился почти в два раза. Друзья, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, где ежедневно выходят свежие и самые актуальные новости. А также я благодарю всех спонсоров и донатеров. Вы вносите огромный вклад в независимую журналистику. Друзья, и помните, что кроме вас нам никто не платит, и поэтому перечисляйте любую комфортную вам сумму. Как говорится, сколько совесть позволит. Все ссылки в описании. В Волгоградской области разгорелась настоящая война между фермерами и агрохолдингом. 66 фермеров круглые сутки дежурят на своих землях, чтобы сотрудники из агрохолдинга не выкопали и не облили их подсолнухи химозой. Еще в 2005 году землевладельцы заключили договор с компанией «Дельта Агро». Все шло хорошо, однако три года назад они узнали, что на их цветы солнца выливают химозу. Возмутились, попросили бизнесменов прекратить уничтожать все живое на полях, но ответа так и не получили. Фермеры хотели расторгнуть контракт, однако все не так просто. По закону агрохолдинг считается управленцем земли, поэтому может делать, что захочет. «Дельта Агро» продолжает свои работы на участках, а фермеры, вооружившись фонариками и семечками, день за днем следят, чтобы их гектары не уничтожили. И какие ваши дальнейшие планы? Воевать дальше. Воевать дальше. За победой. Будем стоять на поле до тех пор, пока законно оно не будет нашим. Мне досталась эта земля, и я не хозяйка. В нашей стране очень хорошо делают видимость заботы о пенсионерах. Вот и на этот раз, ко Дню России, женщине подарили набор круп, макароны, тушенку и гнилой лимон. А когда решили сводить кашу из подаренной крупы, нашли там червей. Как вам такая забота о пенсионерах? Пишите в комментариях. Рамзан Кадыров похвастался новым питомцем. Это тот самый питбуль, которого волонтеры забрали с Азовстали. Песика из Мариуполя привезли в Грозный и передали главе Чечни. На Азовстали питбуля звали Адольфом. Волонтеры стали звать его Адидасом. Но Кадыров дал собаке другое имя. Борс. Что означает волк. Мы называем его Борс. Волк. Он сидел в катакомбу. Азовстали и при сдаче его забрали у одной женщины. Она ему обещала, что обязательно его найдешь. Борс, ты спасаешь их, да? Сколько спас? Вывез 16. Кому помог? Ну, много, конечно. Недавно ветеринарными врачами ездили. Оперировали. Очень приятно. Спасибо большое, что вспомнили. Телеграм скоро станет платным. Но пока, к счастью, не весь, а только премиум-версия. В этой версии Телеграм для Андроид появились предварительные цены для некоторых регионов. 379 рублей в месяц. Оригинальная стоимость в долларах при этом снизилась с 5 до 4 долларов в месяц. Пользователи Телеграм Премиум, к примеру, смогут просматривать очень большие документы, медиа и стикеры, отправленные другими премиум-пользователями, а также получат доступ к уникальным реакциям, которые будут доступны только по подписке. Еврокомиссия намерена рекомендовать предоставить Украине и Молдавии официальный статус кандидатов в члены Евросоюза. Во время дискуссии членов комиссии кандидатура Грузии получила меньше поддержки. Источники отмечают, что по меньшей мере три страны выступают против предоставления Украине статуса кандидатов в члены ЕС. В то время как данное решение требует единогласного одобрения. Ставьте лайки, отправляйте видео друзьям и обязательно пишите комментарии. Я их все читаю. А с вами была Любовь Орлова.